Дорогие и родные мариупольцы, уже на протяжении двух суток руководители центрального уровня ведут переговоры с Российской Федерацией, чтобы можно было безопасно эвакуировать жителей города Мариуполя в направлении города Запорожья и города Днепр. Сегодня мы получили утром подтверждение от Министерства обороны Российской Федерации, что проход из Мариуполя в город Запорожье, в город Днепр безопасен. Мы получили гарантию режима тишины и, соответственно, определили три локации и начинали информировать, собирать вас, уважаемые жители города Мариуполя, в этих локациях, чтобы безопасно можно было вас эвакуировать. Вот с такими табличками при поддержке Красного Креста мы должны были отправляться в направлении города Запорожья. Но, к сожалению, в моменте, когда мы уже были готовы, начался обстрел регулярной армии Российской Федерации по тому коридору, по которому мы должны были двигаться. Соответственно, сегодня нет режима тишины в конкретном времени, сейчас именно. И, соответственно, это не дает нам ощущения безопасности с точки зрения движения в город Запорожье. Мы ждем сегодня этого режима тишины, чтобы обеспечить безопасный проход, безопасную эвакуацию жителей города Мариуполя. Мы ценим жизнь каждого жителя Мариупольца. Чтобы защитить вашу жизнь, нужно обеспечить режим безопасного прохода из Мариуполя в Запорожье. Сейчас идут переговоры, как только мы получим режим тишины, получим гарантию безопасного прохода из Мариуполя в Запорожье, соответственно, мы дополнительно объявим об этом. Прошу сегодня, насколько это возможно, сохранять спокойствие, не подвергаться панике, не подвергаться дезинформации. Соответственно, получать информацию исключительно только из достоверных источников. Как только мы получим режим тишины, режим безопасного прохода, мы сразу отправимся по безопасному зеленому коридору туда, куда нам подтвердят, что это безопасно. Город Запорожье и город Днепр. Работаем над этим, держим связь. Как только будет больше информации, мы сразу об этом сообщим.